приветствую всех кто заинтересовался данным видео я хотел бы показать вам стробоскоп который я приобрел на алиэкспрессе ссылку на стробоскоп я ухожу под видео если продукт вас заинтересует можете по ней перейти соответственно сделать заказ и так стробоскоп лет king kong strobe series 8 p также есть в реакции 16 пи это соответственно зависит от количества светодиодов используемых стробоскопе по заявлению производителя каждый светодиод имеет мощность 20 ватт соответственно 8 по 20 160 и 16 по 20 это 320 ватт мощность стробоскопа коробка на торце мы видим характеристики то есть стандартные требования к электросети вот соответственно потребление стробоскоп 8 и потребляет 200 ватт стробоскоп 16 и 300 хотя по идее должен 320 но видимо у китайцев есть какой-то секрет который позволяет им снизить потребление 16 20 ваттных светодиодов соответственно вот источник света 8 или 16 по 20 ватт программы которые заложены стробоскоп если вы не используете контроллер то стробоскоп может работать в автоматическом режиме в режиме звуковой активации причем здесь их два в одном из режимов на каждый удар слышимый музыки соответственно да на каждый бит слышимый стробоскопом приходится одна вспышка во втором звуковом режиме на каждый бит приходится серия вспышек соответственно протокол dmx 512 успешно подключается и контролируется здесь 5 каналов dmx используется exposure это эффект взрыва то есть яркая продолжительная вспышка стробоскопа и blinking cycle это автоматический режим соответственно можно регулировать скорость автоматического режима а он использует сначала поочередный вспышек потом бегущие огни под вас светодиоды слева направо и третий режим более интенсивный серия вспышек все это происходит в каждом автоматическом режиме с разной скоростью ну вот соответственно указано что скорость может быть регулирована вес 2 килограмма 16 светодиодов весит два с половиной килограмма размер упаковки сделала соответственно у народной республики китай давайте посмотрим что было в коробке в комплекте пришел мануал видно что распечатан скорее всего самим продавцом с оригинала скопирован в мануале есть все необходимое описание меню стробоскопа здесь стоит светодиодный экран по которому легко можно контролировать прибор описание 5 дмx каналов какой канал за что отвечает соответственно подключение нескольких стробоскопов в ряд и основные условия безопасного использования прибора в комплекте пришел сетевой шнур с евро вилкой ну это соответственно можно сделать комментарий продавцу может быть вам нужна вилка британская или американская но тут сами понимаете вилка и шнур добротный то есть бывает что китайских приборах вилки хлипкие здесь с этим проблем нет то есть все довольно качественно и соответственно сам стробоскоп упаковочный материал материала немного но достаточно чтобы он пришел в нормальном состоянии и не помялся не поцарапался не побился что себя представляет сам стробоскоп стробоскоп king kong strobe 8p или 8p 8 отличных светодиодов у меня они все работают причем если внимательно посмотреть то видно что у них идет еще ответвление вверх и вниз то есть и линзочки они также дают придают яркости прибору заранее забегу вперед скажу что прибор на меня полностью устраивает по яркости дискотеки в банкетных залах до среднего размера проходят более чем отлично вспышки очень яркие интенсивные и народ доволен что самое главное да для чего мы покупаем крепежная планка на двух винтах вентиляционное отверстие по торцам здесь установлен вентилятор охлаждения причем в моделях 8 и 16 светодиодов вентилятор охлаждения судя по всему используется идентичный он немного шумноват но когда играет музыка соответственно этого не слышно для 8 светодиодов охлаждения более чем достаточно и когда корпус трогаешь даже после интенсивного использования он холодный как будто прибор работает под кондиционером и соответственно сама панель управления вот светодиодный экран о котором я говорил меню функции меню вход для управления по dmx протоколы и выход на следующий прибор ну и соответственно разъем питания с заземлением все как полагается давайте посмотрим отключим попробуем итак я подключил трубоскоп к сети шум можно услышать от работающего вентилятора но опять же он не такой чтобы прям жаловаться там на излишнюю шумовую нагрузку да а меню у меня в данном случае меня установлено на адрес dmx 20 также в меню есть управление ориентации дисплея то есть видите есть надпись горит вверх и вниз но если вы используете например стробоскоп при определенном расположении то будет удобнее перевернуть дисплей дальше мы имеем загрузку заводских настроек то есть грубо говоря сброс из а вот первый режим звуковой активации на каждый щелчок на каждый щелчок стробоскоп делать по одной вспышке далее второй режим звуковой активации на каждый удар стробоскоп делает серию вспышек ну и автоматический режим скорость которого регулируется от единицы до 16 вот вы можете посмотреть это режим единицы это режим 16 ну то есть это соответственно скорость скорости 10 будет происходить серия вспышек вот сейчас мы видим постоянные вспышки телефон конечно не передает мощности кадр сменяется не так быстро для того чтобы продемонстрировать вам как прибор управляется посредством протокола dmx я буду использовать несколько дополнительных девайсов которые пригодятся и вам если вы хотите работать с удобством без светового пульта соответственно то есть если вы хотите просто с ноутбук или с компьютера управлять светом первое необходимое устройство это вот такой переходник с юсб на разъем dmx обычный xlr прибор называется udmx ссылку на него я также оставлю под видео я покупал довольно давно найду что-нибудь аналогично чтобы для вашего удобства есть возможность подключить посредством обычного dmx кабеля то есть два таких разъема xlr соответственно вот это у нас подключено к ноутбуку или компьютеру далее вы вставляете xlr папа в xlr мама и соответственно обратный конец кабеля ведете уже до своего прибора например в данном случае стробоскопа и вставляете в dmx in и тогда вы свяжете программное обеспечение компьютера с прибором который вы хотите непосредственно контролировать с ноутбука но чтобы было более удобно и чтобы можно было ставить прибор на большое удаление в проводах бывает все равно потери ну и с ними в принципе неудобно возиться я приобрел ссылку оставлю под видео беспроводной интерфейс для управления dmx передатчик который подключается непосредственно к you dmx передатчик да и приемник который мы будем включать уже непосредственно в наш прибор к вот этому передатчику можно подключить несколько таких приемников соответственно покупается дополнительно и тогда можно приборы последовательно не связывать между собой проводом а можно включить настроенный на один и тот же канал приемник и несколько передатчиков и прибор расставить в любых частях зала и тогда вам не придется протягивать провода соединять управление гарантированно до 200 метров я пробовал метрах на 60 все было успешно без задержек и канал не терялся сами передатчик и приемник также подключаются электросети давайте продемонстрирую как это все выглядит на деле для того чтобы продемонстрировать возможности управления по dmx я буду использовать программу фристайлер которая доступна в интернете в свободном доступе а в этой программе у меня уже есть заготовленный пресет для данного стробоскопа на 5 каналов и оставлю 20 адрес для начального для данного устройства и мы видим пять ползунков диммер яркость стробоскорость стробоскопа ранен бегущие огни а взрывной эффект и автоматический режим так мы подключили интерфейс dmx компьютеру к стробоскопу я на компьютере соответственно вывел ползунок стробоскопа где-то на половину и яркость чуть больше половины вот по мигающему зеленому светодиоду на контроллере можно понять что связь установлена на передатчике светодиод мигает красным и вот мы видим что по dmx управление происходит успешно то есть вспышки с определенной очередностью далее я продемонстрирую эффект взрыва автоматический режим и бегущий режим бегущих огней как китайцы его называют водопад сейчас я установил стробоскоп на максимальную частоту это составляет около 10 герц то есть 10 вспышек в секунду теперь вы видите режим бегущих огней так называемый водопад вы видите что справа налево и если смотреть лицом к стробоскопу бегут по два светодиода частота вот этих вспышек также регулируется сейчас видите режим эффекта взрыва яркая продолжительная вспышка стробоскопа и автоматический режим скорость которого также регулируется вот видите сначала был режим бегущих огней а теперь очередные вспышки всех светодиодов снова режим бегущих огней и заканчивается автоматический режим режимом ярких вспышек с другой интенсивности вот на данный момент наверное основные характеристики и режима работы прибора который хотел вам рассказать если видео понравилось буду рад вашему лайку подписывайтесь на канал вступайте в нашу группу вконтакте ссылку найдете также под описание видео и буду рад стараться для вас показывать новые обзоры постараюсь как можно скорее сделать для вас обзор вращающихся голов китайских купил 2 60 ватные вращающиеся головы покажу их основные характеристики возможно в совокупности вместе со стробоскопом режим работы вместе с стробоскопом спасибо всего доброго до новых встреч